В минувшие дни казанцы ощутили на себе настоящие сибирские морозы. Еще утром 19 декабря на градуснике за окном в Казани были комфортные минус 3-5 градусов. Но к ночи столбик термометра опустился до минус 30 и держался почти неизменным в течение нескольких суток. Такой аномальный скачок температуры в декабре объясняется вторжением арктического антициклона на территории республики. Разобраться в этом метеорологическом вопросе помог заведующий кафедрой метеорологии и климатологии, экологии, атмосферы, института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев. И вот теплый фронт, он проходит меридионально, и на нем образуются так называемые волны, вихри. И в зависимости от того, как вот этот вихрь себя поведет, он может в нашем пункте, ну скажем, в городе Казани, в нашей республике, по сути дела, это не такая уж большая территория для синоптического анализа, вот, он может нам обеспечить заток холода северо-востока, либо, наоборот, северо-запада и северо-востока, это ожидаем, что мы и получили, буквально у нас две ночи были очень холодными, вчерашний день был очень холодный, насколько я знаю, на востоке республики до минус 35 даже температура понижалась. Оказывается, по посчетам данным, за последние 30 лет, самой низкой температурой в предновогоднюю ночь было минус 44 градуса в 1987 году, и с тех пор такой низкой температуры не было. Как правило, такие температуры долго не держатся. Но, несмотря на то, что сейчас дневная температура немного повысилась, ночи будут все-таки достаточно холодными. У нас же в атмосфере достаточно большой хаос, и вихри сменяют друг друга, и так называемая циркуляция атмосферы действует, то есть воздушный марс помещается. Если с запада, у нас будет тепло зимой. Если в Мерзиональный поток с севера холодно, если с юга зимой тепло снова, с востока будет обязательно холодно. Вот мы в последние годы не стали испытывать влияние сибирского антисклона. Он обычно нас здесь приводил к суровой погоде. Связана ли такая морозная погода с прошедшим аномально жарким летом? Напомним, что летом 2016 года в Казани температуры, которые мы наблюдали, были на 6-7 градусов выше климатической нормы, что составило от 25 до 30 градусов выше нуля. Обычно и получается, что если летом у нас перебор жары в данном случае, то зимой, чтобы более-менее скомпенсировать, конечно, должна быть определенный холод. Но дело-то еще вот в чем. Вот мы проводим наши свои исследования по длинным рядам, как меняется, какова тенденция изменения климата. И вот мы обращаем внимание на то, что действительно летняя температура повышается, тенденция такова. Это не один год, а берем несколько, много лет. Почему? Потому что год на год не приходится. А вот зимние температуры на бороться стали понижаться. Но не время расстраиваться. Такие морозы коротковременны и продержатся еще буквально пару дней. А к Новому году аномальные морозы к нам не вернутся. Елизавета Евтифеева, Роман Самарин, Универньюс.